Итак, я сегодня буду говорить на тему, как я сказал, ободритесь в трудные времена. И я хочу вместе с вами обратиться к одному из эпизодов, насыщенной приключениями жизни апостола Павла, описанному в 28 главе книги «Деяния». Скажу такое вступление, что из предыдущих глав этой книги мы узнаем, что Павел, уже более двух лет находившийся под стражей и представший уже перед несколькими судами, потребовал суда Кесарева, то есть рассмотрение его дела высшим судом, находящимся в Риме. Поэтому Павла отправили под стражей на корабле в Рим, но корабль попал в шторм, сел на мель возле берегов острова Мальты, то, что в синодальном переводе называется островом Мелит, это наша Мальта, поэтому, если кто-то не знал, можете сопоставить географически, это чуть ежнее Сицилии. И всем плывшим на корабле, включая Павла, удалось спастись, добравшись в плавь именно до этого острова. Давайте вместе почитаем книгу, 28 книгу «Деяний» о том, что происходило уже на острове. Небольшой фрагмент совершенно. «Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе, так как было холодно и шел дождь. Когда Павел, собрав окапку хвороста, стал бросать его в костер, ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста». Да, забыл упомянуть, если кому-то кажется текст не совсем знакомым, в новом русском переводе его сегодня зачитываю. Немножко он нам будет, я думаю, понятнее благодаря этому. «Когда жители острова увидели, что с руки Павла свисает змея, они стали говорить друг другу, без сомнения, этот человек – убийца. Он спасся от моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых. Но Павел, стряхнув змею в огонь, стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать или внезапно упадет мертвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ними ничего не происходит, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество». Итак, что мы можем взять для себя из этого фрагмента? Первая мысль, которую я здесь вижу, – это то, что важно оставаться собой даже в случае большого успеха. Смотрите, я обращаю наше внимание на тот факт, что Павел помогал собирать хворост для костра. На первый взгляд, вполне обычное действие, и ничего особенного в нем нет. Но это говорит о многом. Если вы почитаете книгу «Деяний» чуть раньше, 28 главы, то вы поймете, что во время плавания события развивались таким образом, что все 276 человек спаслись, по сути, благодаря не только милости Божьей, но и активному участию Павла в этом процессе спасения. Однако после того, как Павел сделал так много для пассажиров, он не потребовал себе трон и слуг, он не возгордился, он не стал ходить с гордо поднятой головой и говорить, ну что, видали? Я же говорил, если послушаетесь меня, то спасетесь все. Кто молодец? Я молодец, да? Нет, такого не было. Его очевидная роль в спасении стольких жизней не вскружила ему голову и не изменила его в худшую сторону. Он остался тем же Павлом, которому ничего не стоило запросто пособирать хворост, чтобы он и сам мог согреться, и другие могли согреться возле этого костра так же. Поэтому, повторю эту мысль, важно оставаться собой даже в случае большого успеха. И вопрос, который хочется задать всем нам, звучит так в связи с этим. А как мы себя чувствуем и ведем после того, как стали благословением для кого-то? Или у нас что-то здорово получилось? Удается ли нам сохранить вот это внутреннее равновесие и остаться на том же уровне самооценки? Или она резко возвышается над окружающими нас людьми, и это приводит к определенному дисбалансу в наших отношениях? Идем дальше. Следующая мысль, которую я здесь вижу, можно сформулировать, наверное, так. «Люди могут быть скоры на несправедливый суд, ничего не зная о человеке». Смотрите, когда апостолу Павлу в руку вцепилась змея, выпалшая из хвороста, то жители острова решили, что Павел должен быть каким-то окаянным злодеем-убийцей, раз после того, как он чудом выжил, прошу прощения, в кораблекрушении, его укусила ядовитая змея. Представьте себе, просто увидев, что Павла укусила змея, люди решили сразу, что это кара небесная. Более того, они сразу точно поняли, за что именно. За то, что Павел был убийцей. Люди действительно могут быть скоры на несправедливый суд, ничего не зная о человеке и судя по каким-то своим поверхностным признакам. Знаете, в этой связи я вспомнил недавнюю историю, которая случилась со мной лично. Я тоже поспешно и ошибочно вынес определенное осуждение. Мне попался один ролик в Инстаграме, в котором непривлекательный пожилой мужчина с непроницаемым выражением лица шел под венец, сдержавший его под руку красавицей. Девушка действительно была ослепительной красоты, она была на голову его выше и явно раза в два, если не больше, моложе. И когда она шла, держа его под руку, она все время утирала слезы и вовсе не казалась счастливой. Выросший на русской классике, я в считанные секунды, вспомнив отдельные литературные образы, а также некоторые современные сюжеты, когда ради денег девушки выходили замуж за богатых стариков, решил, что это как раз такой случай. Я сначала пожалел эту несчастную девушку, которая выходит замуж, переступая через себя и оплакивает свою будущую жизнь с этим мужчиной в возрасте. Потом я плохо подумал об этом пожилом человеке, который пошел на такой шаг. Но знаете, буквально через несколько секунд эта пара прошла чуть дальше, и в кадр попал молодой человек, ожидавший возле алтаря, и все стало на свои места. Это были никакие не женихи, не невеста, это были отец и дочь. Отец подвел ее к молодому жениху, как положено, передал руку дочери ее будущему молодому мужу, и я вздохнул с облегчением. Но, знаете, мне стало стыдно от того, что я так легко, за несколько секунд, пока длился ролик, успел подумать об этих людях самое худшее. Какое счастье, что это было заочное суждение, и они никогда не узнают о том, что стали жертвами моего богатого воображения. Но сколько из нас становятся таковыми вживую, в реальных отношениях? Этот случай напомнил мне, что нельзя судить кого-то или о чем-то, не имея достаточной информации. И второй вопрос, который мне хочется сегодня нам задать, а как обстоит дело с поспешным осуждением других у нас? Все чаще я рассуждаю о том, что лучше вообще не судить о ком-то, потому что мы никогда не будем обладать всей полнотой информации о человеке, позволяющей сделать действительно верные выводы. Только Бог знает, что в сердце человека, и что он прошел до этого, и проходит в настоящем моменте. Следующая мысль. Отношение людей переменчиво. Смотрите, в отношении островитян к Павлу тоже случилась очень быстрая перемена. Сделав сначала поспешные необоснованные выводы о том, что Павел убийца, островитяне ожидали наступления стандартных симптомов укуса ядовитой змеи, агонии и скорой смерти Павла. Но после того, как Павел, просто стряхнув змею в огонь, остался жив-здоров даже спустя длительное время, те, кто совсем недавно видели в нем ужасного злодея, достойного смерти, изменили мнение на совершенно противоположное и стали говорить, что Павел – это какое-то божество. В случае с Павлом людское мнение изменилось с отрицательного на положительное. И, наверное, это не так плохо, но периодически случается и наоборот. Мнение о нас меняется с хорошего на плохое. Те, с кем мы были в хороших отношениях, вдруг на ровном месте придумали какую-то проблему, или что-то не так истолковали в нашем поведении, или решили за что-то обидеться и просто вычеркнули нас из своего круга восприятия, а то и вообще начали тайно или явно ненавидеть нас. Но смотрите, как вел себя в этой ситуации Павел. Как изначальное перешептывание о том, что он должно быть убийца, так и присвоенный ему статус небожителя не выбили Павла из колеи и не вскружили ему голову. Он остался добрым христианином, который всю славу воздал Богу и продолжал выполнять свою миссию. Приходилось ли вам, третий мой вопрос, сегодня сталкиваться с переменчивым людским мнением о себе? И как вы с этим справлялись? Последняя мысль в моей небольшой проповеди звучит так. Бог имеет свой план для нашей жизни. Если мы будем читать эту историю в книге «Деяния дальше», то узнаем, что по молитве Павла в последующем был исцелен отец начальника острова, а затем и другие жители острова, имевшие болезни, стали приходить к Павлу и были исцеляемы. Это было очень интересное развитие событий, потому что на первый взгляд Павел нуждался в Мальте, чтобы спастись от шторма. Однако и жители Мальты нуждались в Павле, чтобы получить в итоге Божье исцеление через него и услышать весть о Христе. Видите, кораблекрушение у берегов Мальты было частью Божьего плана не только для Павла, но и для мальтийцев. Поэтому мы понимаем, что Бог имеет свой план для нашей жизни. Что касается Павла, то Бог сохранил жизнь Павла и в буре, и после укуса змеи, потому что миссия Павла еще не была закончена. Бог имел свой план для его жизни, и следующим пунктом назначения в этом плане был Рим. Павел должен был приехать туда, он должен был благовествовать там и евреям, и неевреям, и римским властям. Он должен был написать там несколько посланий, в частности, филиппийцам, ефесянам, колоссянам. И то есть это не были просто годы лишений каких-то, годы напрасных страданий. Несмотря на то, что Павел перенес немало трудностей в своей жизни, в любых обстоятельствах он продолжал быть верен своей миссии и много трудился для проповеди отдельным людям и созидания церквей во многих местах. Поэтому подвожу итоги. Хотелось бы оставить напоследок нам следующие мысли, когда мы будем молиться или, может, будем размышлять об этом отрывке. Вне собрания. Первое. Важно помнить, что Бог имеет свой план для нашей жизни. Второе. Если мы, несмотря ни на что, будем верны Богу, то Он будет вести нас Своим путем. Третье. Бог силен спасти нас от любых житейских бурь и даже в бурях явить через нас свою любовь, милость и славу. И последняя мысль. Бог может дать нам силы устоять как перед уничижающими, так и возвышающими нас мнениями других людей, оставшись собой. Через какой период своей жизни вы бы не проходили сейчас, я призываю вас ободриться и доверять Богу. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok